Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Алексей Чернов, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. Соседи скандально прославившейся семьи из Домбаровского района рассказали, в каких условиях жили дети. Число заболевших коронавирусом оренбуржцев перевалило за 2000 человек. Оренбуржий увеличил объемы экспорта сельхозпродукции. Показатели стали выше, чем до пандемии. Пойдут ли оренбуржцы на голосование по поправкам в Конституцию? Об этих и других новостях далее в выпуске. Соседи родителей из Тюльпаново, где на прошлой неделе изымали детей, положительно отзываются о семье Саморока. По их словам, родители не злоупотребляли спиртными напитками, дети выглядели опрятно, а взрослые с удовольствием общались с односельчанами. Наши корреспонденты побывали в гостях у семьи, где на прошлой неделе проходило изъятие. Когда Алена встретила Николая, у нее было две дочки. Лера 2013 года рождения и Саша 2016. В какое-то время пара вместе с детьми жила в Орске у Алениной мамы. А в 2017 году молодая семья решила присмотреть себе дом. Поиски они начали на местном сайте. Искали на Орскру по объявлениям на Юле, на всех интернет-сайтах, где есть продажи недвижимости. Нашли этот, по цене он на 450 тысяч стоил. Созвонились с продавцом, как мы узнали потом, что это оказывается риэлтор. Электропроработка была в другом состоянии уже, не было газа и правейший потолок. И просто говорят, а купите саморезы и докрутите, и все у вас выровняется. Не прошло час общения с местными жителями. Нашей съемочной группе предложили купить участок с домом за 350 тысяч. Давайте я продаю тоже. Клиента не найду. По внешнему виду этот дом и участок выглядели даже аккуратнее, чем тот, который сейчас у Самарока. Другие варианты просто не показывали вам, не знали. Орск.ру мы даже и не видели, и не знали, что кто-то здесь еще что-то продает. На сайте Орск.ру и сейчас висят предложения о продаже недвижимости в Домбаровском районе. Самый дешевый дом можно приобрести за 180 тысяч. Правда, ни одной фотографии этого дома нет. Есть и более аппетитные предложения, но они от агентств недвижимости. По версии Николая, после подписания документов о приобретении недвижимости, все 450 тысяч материнского капитала отправились в руки риэлторов и больше их не видели. А покупку аварийного дома допустил Пенсионный фонд России в Домбаровском районе. Оно было пригодно. Только в одной комнате провисал потолок и мы сделали заключение такое, что да, можно приобрести это жилье. Мужчина старался привести жилье в порядок. Купил саморезы, по советам риэлторов попробовал починить крышу, привел в порядок электропроводку. Через месяц в доме появился газ. Семья росла. В 2018 году на свет появился Никита. В 2019 Ника. А в марте 2020 года родился Ника. Хозяева приезжали в Тюльпанное 7-8 раз в год, чтобы дом не разворовали. Постоянным местом жительства являлась квартира матери Алены. Состояние собственного дома по-прежнему беспокоило пару. Из-за этого они в нем и не проживали. Поддерживать дом и детей в чистоте семье приходилось без водопровода. За водой они ходят к колодцу. Они нормальные. Муж с женой. Вот две коляски. Трое детей так с ними ходили. Вот все на улице видели. А в каком они виде? Они как благополучная семья? Чистая, да, благополучная. Ну они здесь как-то, я не знаю, наверное, не постоянно проживали. Зимой вроде бы их здесь не было. Знаю то, что если бы злоупотребляли, сразу бы здесь все было бы ясно. Это точно. Численность населения поселка Тюльпаны около пару сотен человек. Ближайший детский сад в пяти километрах от поселка. Семья Саморока за услугами сада не обращалась. Алена круглосуточно занималась с детьми. Николай подрабатывал участника. Бурение скважин на воду – это раз. Ну это опять же предприниматели. Этот же ремонт, установка кондиционеров, холодильное оборудование в Новорске. Ну тысяч 10-15 выходило вместе. Не было такого, что продуктов не было. Игрушки покупали детям. И ни в чем себе, можно сказать, не отказывал. Дом семьи Саморока известен именно по этому ракурсу. Это гостиная, в котором и происходило изъятие детей 25 мая. Установить видеорегистратор именно в этом углу комнаты пришло в голову главе семейства после инцидента с медиками. На пятый день уже ребенку стало плохо. Поднялась температура до 38. Мы позвонили, наверное, раз 40 улеческому педиатру, чтобы вызвать его на осмотр. Дозвониться мы не дозвонились, он не взял трубку. На утро он уже сам приехал. Когда он зашел, сказал, почему молчали. Ребенка с пневмонией отправили в реанимацию районной больницы. В этот же день, 28 декабря, я позвонил в полицию, написал на нее заявление. Далее, по версии родителей, медики осмотрели остальных детей. Правоохранители утверждают, что родители препятствовали осмотру. Из-за этого маму привлекли к административной ответственности. Однако мать не пустила врача в дом для осмотра других детей. Позднее в составе комиссии дети были осмотрены медработником, в ходе которого у детей обнаружены телесные повреждения. После этой истории видеорегистратор включался каждый визит представителей власти. Полицейский, который старался меня оттолкнуть, он дважды толкнул коляску, что коляска чуть не перевернулась. И вот тут у Ники на груди оказался синяк в виде полосы. Вывели меня в чем я была. Была просто одета в футболке, в шортах и босиком меня вывели в наручниках. Посадили вместе с детьми. За неповиновение правоохранительным органам Алену оштрафовали на 500 рублей. Анализ крови, анализы мочи у детей брали. У меня взяли кровь только на гепатит. Я сидела, общалась с органами опеки, которые мне поясняли, что меня должны лишить на полгода материнских прав, ограничить. Если ты не будешь ничего подписывать, мы у тебя их просто отберем. Где-то часа через полтора мне позвонил супруг. Ты, говорит, ты подписала документы о отказе от наших детей, говорит. В сети часто упрекают мать в том, что она сбежала с мужем в ЗАГС из больницы. В нашем разговоре Алена подчеркнула, что муж ее успокаивал от истерики. И увел от дверей медучреждения для того, чтобы предпринимать первые действия, чтобы вернуть детей в семью. Так пара узаконила свои отношения. А теперь по поводу законодательства, руководствуясь которому детей отобрали из семьи без судебного заключения. Это статья 77-я семейного кодекса, которая наделяет полномочиями муниципальную власть, отбирая детей в случае, если их здоровью и жизни что-то угрожает. То есть в этой истории решающую роль сыграла подпись главы Красночебанского сельсовета Суйбаева Мурата Зарлыковича. Историей заинтересовался член общественной палаты Оренбурга Денис Терсков. У него, в отличие от представителей власти, проблем при поиске контактов с родителями не возникло. Проблема с домом легко решаема, там это не требуется, там больших выливаний денег и так далее. Что-то там по медобслуживанию, опять же, все эти проблемы случились из-за того, что у них происходили конфликты то с местной властью, на фоне того, что они добивались какой-то справедливости. Сейчас мы посчитаем, сколько это стоит ремонт. Я думаю, что мы спокойно соберем эту сумму и сделаем ремонт в этом доме. Я не думаю, что это больше 200 тысяч рублей. Местная власть с ними не подружится теперь никогда. По-хорошему переезжать, но смысл в том, что этот дом продать невозможно. Благотворительный фонд Анны Межовой также принял решение срочно искать в семье приемлемое жилье и добиваться возврата детей в семью. Наш фонд сейчас рассмотрит возможность съема квартиры, чтобы там были хорошие жилищные условия, если у опеки не будет вопросов на время, пока они решают с основным своим жильем проблемы, чтобы дети оставались в семье. 2 июня семья Самарокова вылетела в Москву для участия в федеральном ток-шоу. За историю о неблагополучной оренбургской семье журналисты готовы заплатить 200 тысяч рублей. В итоге, кто в этой истории прав, а кто виноват, предстоит узнать Следственному комитету и прокуратуре. Мы будем следить за развитием событий. Валерия Шарова, Никита Плотников, городской телеканал ЮТВ. Кроме местных общественников и представителей власти, о ситуации в Домбаровском районе высказались блогеры и эксперты федерального уровня. А уполномоченный по правам ребенка предложил реформировать систему социальной защиты. Своей позицией поделилась и главный редактор телеканала «Раша Тодей» Маргарита Симоньян. Сейчас журналисты их редакции тоже разбираются в случившейся ситуации. Разбираемся с дикой историей в Оренбурге, где четверых детей силой забрали из семьи, потому что прохуделась крыша, вместо того, чтобы помочь людям починить крышу. Если все действительно так, прямо вот костьми лягу, чтобы виновных показательно наказали. Новая мода изымать детей из-за бедности – это позор страны. В своем инстаграме высказался и Антон Рубин, глава волонтерской организации «Домик детства» из Самары. Он считает, что вместо изъятия детей из семьи, необходимо было просто предоставить им нормальное жилье. Этой записью поделился в инстаграм и журналист Алексей Пивоваров. «Я ничего не знаю про эту семью. Они могут быть какими угодно родителями. Может, они плохо воспитывают, мало зарабатывают и даже бьют их. Не знаю, но вот что я точно знаю. Лечение болезни не должно приносить больше вреда, чем сама болезнь». Российский общественный деятель и специалист по социальному сиротству Александр Гизалов также высказался на своих страницах в соцсетях. По его мнению, надевание наручников на мать – это показатель слабости системы, ведь многодетная мать – гарант Института государства. Уполномоченная по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова в День защиты детей на онлайн-встрече с президентом заявила, что необходимо реформирование и совершенствование органов опеки. По итогам 2019 года жалоб в адресу полномоченного по правам детей стало больше почти на 23%. Омбудсмен сообщила, что мониторинг и проверки, которые они проводят, дают все основания полагать о наличии системных сбоев в работе специалистов социальной защиты. В Оренбуржии количество заболевших коронавирусом превысило 2000 человек. За сутки подтвердили 53 новых случая, а вот данных о выздоровевших снова нет. С чем это связано, расскажем далее. В Оренбуржии лабораторно COVID-19 подтвердили у 2032 жителей. Летальных случаев в регионе всего 8. А вот новых данных о выздоровевших оренбуржцах по-прежнему нет. Их 1196 человек. В региональном Минздраве заявили, что дело в технической ошибке, а врачи ежедневно добавляют новые случаи выздоровления в регистр. В некоторых населенных пунктах ситуация стабилизируется. Среди таких муниципалитетов Орск и Солилецк. В Красногвардейском районе у нас там три села сейчас на карантине. Сначала в одном из трех сел в середине мая было мероприятие, на котором было 25 человек. Один из этого праздника перебрался еще в Плешаново. На следующий праздник, где было 16 человек, за три дня свыше 30 человек с этих двух праздников заболевших. Нас волнует ситуация в Первомайском районе. Там у нас достаточно много идет пневмонии. Напомню, что Денис Паслер подписал новый указ, который запрещает собираться на мероприятие численностью более 10 человек. Также министр здравоохранения Оренбургской области рассказал о решенной проблеме с выплатами оренбургским медикам. Выплаты за май месяц составили 212 миллионов 470 тысяч рублей. 200, извините, 97 миллионов за апрель. Выплаты получили 4 тысячи 332 человека. По 484-му 1 тысяча 495. Как сообщает портал Оренбург, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова будет выходить в прямые эфиры и сообщать последние данные о заболеваемости лишь дважды в неделю, в понедельник и четверг. Коронавирус не повлиял на выручку от экспорта сельхозпродукций Оренбургской области. Показатели первых четырех месяцев 2020-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года даже выросли более чем на 11%. Однако среди точек, куда отправляется продукция из Оренбургской области, по-прежнему в основном лишь страны СНГ. Что мешает предприятиям расширить свой рынок, расскажем в материале. На данный момент в Оренбургской области на экспорт работают 73 предприятия. В их числе оренбургские минералы, завод бурового оборудования. При этом география поставок, как отметили в корпорации развития области, довольно экзотическая. Южная Корея, США, Лексенбург. С помощью Центра поддержки экспорта предприятия области поставили свою продукцию в другие страны на сумму более чем 20 миллионов долларов. И, конечно, мы каждый год ставим перед собой задачу наращивать эти объемы. Увеличивать объемы поставок за рубеж на 11 и более процентов Центр поддержки экспорта помогает тем предприятиям, которым самостоятельно пока сложно выстроить рыночные отношения с другими странами. У сельхозпроизводителей же такие связи на данный момент налажены. Правда, только с государствами СНГ. Расширять количество стран на данный момент, по мнению таких предприятий, не представляется возможным. Помощи в этом плане от Центра поддержки экспорта нет. Так, птицефабрика Оренбургская является поставщиком только для Казахстана. Рынок Казахстана птицеводческой продукции сегодня тоже достаточно насыщен. И уже очень много предприятий экспортируют именно в Россию. И вот говорю, из-за колебания рубля, тенге, ну вот все зависит от курса. Выгоднее пока торговать здесь внутри России. В Казахстан птицефабрика поставляет одну фуру яиц в неделю. Это количество в планах увеличить. Однако и сейчас вся производимая продукция успешно реализуется. Мы находимся в так называемом хвосте конвейерной линии, которая работает непрерывно на протяжении восьми рабочих часов. В течение дня здесь упаковывается 800 тысяч яиц, 600 тысяч из которых отправляются в регионы. Это Самара и еще десятки городов России, а также республики, например, Татарстан. Груженые фуры отъезжают от фабрики, несколько часов пути и яйца на прилавках магазинов. Зачастую, правда, под другими марками. Еще одна компания агропромышленного комплекса «Хлебопродукт-2» также реализует свой продукт в основном на территории страны. Есть и поставки муки Казахстану и другим странам таможенного союза. Но компания придерживается позиции, пока реализовываем продукцию по наработанным контактам. По пшеничной мельнице объем до 5 тысяч муки в месяц мы вырабатываем. Женой мельницы 2-2,5 тысячи. 20-30% экспортируем. Мы заинтересованы в увеличении, в расширении нашей сети по реализации. Расширять рынок экспорта своими силами, говорят в предприятии, задача пока недостижимая. Такой вариант будет возможен и в случае очень урожайного года, когда по старым каналам не получится реализовать всю продукцию. Для нас тут принципиально важно выстроить цепочку продаж. То есть мы понимаем, что не каждое крестьянское фермерское хозяйство способно самостоятельно торговать в Европу или на другие континенты. Нужны организации, которые будут помогать им. Рейдеры могли бы выступать своего рода посредниками между оренбургскими компаниями и зарубежными. Закупать продукцию здесь и самостоятельно продавать в других странах. На данный момент, говорят в корпорации развития области, задача организовать такой метод экспорта не приоритет. Стоит отметить, что за 4 месяца этого года выручка от экспорта агропромышленного комплекса составила 39 миллионов рублей. Голосование за поправки в Конституцию состоится 1 июля. Владимир Путин подписал указ о дне всенародного голосования. В качестве профилактики на участках будут раздаваться маски, перчатки и даже одноразовые ручки. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. По мнению председателя Центрального избиркома Эллы Памфиловой, это позволит свести практически к нулю заражение COVID-19 во время голосования. Итоги подведут 1 июля. День объявлен выходным. В рамках рекомендации Роспотребнадзора наблюдатели и журналисты должны будут располагаться в полутора-двух метрах от входа столов и кабин. Но это не должно помешать полному обзору действий избирательной комиссии. Пойдут ли на участки оренбуржцы и поддержат ли поправки, мы спросили у прохожих. Я с ним делаю. Нужно, конечно, потихоньку все по всем правилам сходим. Я считаю, если я одену перчатки и маску, то можно сходить и проголосовать. Но только чтобы не через интернет, а нормально сходил, проголосовал. Я бы не изменяла ничего. Путин уже засиделся, мне кажется. Если соблюдать меры безопасности, то почему нет? В принципе, также маски и перчатки. Скопление все равно людей. Может быть, если будет все рассчитано и так, то да. А так, если какая-то неразберих, то это, в общем-то, опасно. Я считаю, можно было сделать это через компьютер, ну, через интернет. Я считаю, это не опасно. Это все ерунда. Я думаю, поправки, которые сделаны Путиным, они очень дальновидные и правильные. Пойду голосовать. Пенсионеров надо защищать, чтобы индексация была на пенсии каждый год. Да, пойду. А если будут соблюдаться все меры, я думаю, что безопасно. Конечно, этого мало. Вот этих изменений мало. Надо еще больше. На этом у меня все еще больше новостей. Смотрите на нашем сайте utv.ru. Если у вас возникли вопросы или вы хотите поделиться своими новостями, звоните по номеру телефона 09388. С вами был Алексей Чернов. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok